Мы можем сказать, что вот это вот клет, размер всего участка, который выделялся владельцу этой самой усадьбы. Вот здесь находилась сама усадьба. Теперь попробуем вот эту структуру посмотреть сейчас на то, что существует. Это усадьба, которая сохранилась, а это весь был, основная вся территория входила в эту усадьбу. Дорога шла вот примерно вот здесь, ну там вот видны ее следы по верху. И здесь был такой перекресток. Все было прямое, видите, как очень легко отличить варварство от цивилизации. То есть, грубо говоря, прямо и устойчиво. То есть не менялась структура на протяжении тысячелетий. Конечно, усадьба наша существовала не две тысячи лет, но тысячу. Это тоже, можете себе представить, какой колоссальный период времени она существовала. То есть мы здесь все, вся наша цивилизация российская здесь с конца 18 века. То есть чуть больше 200, да, ну там 250, предположим. Это существовала только усадьба тысячелетий. То есть колоссальное время люди жили на этом самом участке земли и ее перевозделывали. Это опять же свидетельствует о том, насколько устойчива эта была форма, да. Она держалась и она воспроизводилась. Что было основой для этого хозяйства? Это прежде всего культура выращивания винограда. Виноград стал основной культурой товарной. Вот этого, соответственно, клера и этого ойкоса. Как это происходило? И почему это произошло? Как вы думаете, почему виноград выращивали? Потому что еще вы делали вина? Ну, в общем, правильно. Шобу культура была основная статья импорта просто. Ну, на самом деле, конечно, они выращивали виноград, чтобы продавать продукцию. Это товарное производство. Это действительно больше ближе к фермерскому хозяйству, чем к крестьянскому, которое рассчитано на то, чтобы потреблять все, что ты производишь. Это очень важно понимать. Опять же, ближе делается с американской фермой. Например, когда вокруг все-таки у нас были крестьяне. Потом, особенно в средние века. Но есть еще одна очень важная вещь. Чтобы выстроить равновесие с природой, необходимо было найти такую культуру.